Израиль за неделю на Народной Волне Ну а сейчас традиционно события в Израиле Наш израильский корреспондент Асентова Здравствуйте Ася Здравствуйте Здравствуйте послушатели Ну думаю вы меня слышали Что главная новость у нас К сожалению новости печальные А именно что за Двое суток по Израилю Из газа было выпущено Более 700 ракет У нас есть к сожалению Четверо убитых И сотни раненых И на данный момент Вроде бы заключено Такое негласное перемирие Обстрел Юга Пока закончен Но и что Вызывает Неприятие со стороны Как оппозиции Так и многих членов коалиции Закончены и Израильские операции возмездия Значит Нитаньягу этим утром Отчитался что Израиль Израиль поразил 350 целей В сектале газа В обмен на вот эти Непрекращающиеся обстрелы И убийства израильтян Израиль поразил 350 целей Но убитых при этом Поразительно мало Вы знаете Вы знаете Была карикатура такая Я по-моему Про нее рассказывала Что стоит Так сказать Генерал Цааля И какой-то там Высокопоставленный Хамасник И генерал Цааля Говорит Вот вы Направили нам Там 20 ракет И железный купол Наш все Отразил Не было убитых А Хамасник Ему отвечает А вы по нам Выпустили Там 100 ракет А у нас Без всякого Железного купола Нет убитых Значит Как это Объясняется Тем что Прежде чем Бомбардировать И действительно Разрушать здания Израильские Самолеты То что называется Стучат в окно То есть Они выпускают Какие-то Ну что-то очень легкое Что просто Падает И стучит По крыше Да Но ничего не разрушает Не взрывается И только после этого Да Ждавшись Когда люди Покинут Покинут объект Вот тогда Через несколько минут Предупреждения По радио Там идут Только После этого Начинается Действительно Бомбардировка Различных объектов Ну Среди Среди Вот этих 350 объектов Был И Командир Хамаса Который Значит Отвечает За деньги За финансирование Из Ирана Его ликвидировали Ликвидировали Высокопоставленного Командира Хамаса Вместе С его семьей Как утверждают Арабы И Ликвидировали И Офис Так называемого Министра Внутренних Дел Автономии Тоже Не знаю Уж Находился В это время Этот министр В этом офисе Или нет Но В общем Действительно После первых Суток Стало Понятно Что нужно Предпринять Действительно Серьезные Меры И ЦААЛ Перешел К Именно Точечная Ликвидация Боевиков Хамаса Боевиков Высшего Звена Но Боевиков Высшего Звена Довольно Трудно Выследить Не все Они В Газе Находятся А вот Боевиков Среднего Звена Тут Гораздо Легче И ЦААЛ Действительно Занялся Их Уничтожением После Чего Сразу Хамас Попросил Перемирия Если До Этого Хамас Кричал Что Мы Вас Всех И так Далее Хамас Тут Попросил Перемирия Причем Попросил Так Довольно Нахально Говоря Что Мы Требуем Чтобы При этом Израиль Не Атаковал Чтобы Израиль Сохранял Условия Перемирия Чтобы То Чтобы Все Надо Сказать Что Еще Вчера После Суток Непрерывного Обстрела Израиля Израиль Поставлял Газу Горючее Горючее Через КПП Кереншалом Хотя Другие Другие Продукты Были Запрещены К поставке Хотя Сам КПП Кереншалом Обстреливался Тем Не Израиль Пригнал Туда Грузовики С Горючим И Передал Их Газе Во Имя Так Называемого Исключения Гуманитарного Кризиса Ну Представьте себе Картинка У нас скоро 9 мая Если бы В то время Когда Гитлер Наступал На Советский Союз А Советский Союз Бо ему Поставлял Нефть Из Баку Скажем Примерно Это точечные Ликвидации После которых Хамас Уже Запросил Пощаду И Сегодня К утру Было Заключено Вот такое Соглашение Соглашение Это я так Понимаю Неофициальное То есть Ничего Ничего Не подписано Израиль Вообще Как-то Так сказать Не Не Говорит О том Что он Заключил Какое Быто Не было Соглашение Тем Не менее Фактически Уменьшил Уменьшил Напор И Сейчас Действия Циала Прекращены После того Как По нам Прекратились Ракеты Но При том Что ракеты Прекратились До сих пор Из газа Идут Воздушные шарики С Какими-то Поджигательными Смесями А надо сказать Что у нас Сейчас Очередной Хамсин Очень жарко Очень сухо Трава уже высохла И все Моментально Возгорается Вот это Так сказать Не прекращено Но тут Опять же Камазовские Командиры Говорят Что это Инициатива На местах Что они тут Мол Ни при чем Немножечко О четырех Убитых У наших Четырех Убитых Нетанияго Так сказать Выпустил Коммунике Где Выражался Болезнование Во-первых Всем жителям Юга страны Во-вторых Семьям Убитых И многочисленным Раненым У нас больше Сотни раненых Людей Кто-то ранен Легко Кто-то Не очень Из этих Четырех Убитых Один из них Равин Равин Отец Четырех Детей Его убило Осколками На пороге Его собственного Дома Он не успел Спрятаться Другой Молодой Человек Тоже Религиозный Молодой Отец Его сыну Всего несколько месяцев Был убит Прицельной Ракетой Пущенной По его машине Когда она Ехала По шоссе Вздерот Еще один Убитый Это Араб Строительный Рабочий И еще 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 один Человек Вот Такая Ситуация И повторюсь Что Вот таким Официальным Или неофициальным Перемирием Но очень Многие Недовольны Во-первых Оппозиция Та же Партия Вода Которая И собственно Из-за которой Происходит Повторяется Регулярно Все вот эти Трагедии Которая Инициировала Договор Осло Которая Так сказать Помогала Выселению Евреев Из газов После чего Там воцарился Хамас Так вот Лидер Партия Вода Выступает И говорит Что нет Мы не должны Заключать Перемирие Мы должны Решить Проблему Так сказать И так далее И так далее Совершенно Забывая О том Кто Действительно Виноват В том Что Сегодня Происходит Но и Справа И в самой Так сказать Будущей Коалиции В самой Партии Ликуд Против Нетаньягу Выступают Выступают Уже Соратники И тоже Критикуют Его Так например Будущий Партнер По Правой Коалиции Бецалей Бецалей Смотрич Из партии Объединенные Правые Говорит Что это Просто Куром Насмек Что убито Всего Пара Десятков Террористов Что На самом Деле Должно быть В ответ На 700 Ракет Должно быть Убито 700 Лидеров Джихада Как минимум Что Проблема Не решена Ему вторит Гидон Саар Ликудник Который Вышел Из Ликуда Вернулся В Ликуд Он Говорит Что Совершенно Недопустимо Чтобы Периодически Полтора Миллиона Человек Живущих На юге Рядом С Газой Чтобы Они Сидели В бомбоубежище Что Необходимо Найти Долгосрочное Решение Представитель Партии Мавдаль Говорит Что Необходимо Занять Газу Занять Газу Ликвидировать Там Хамас И Действительно Начать Продумывать Возвращение Евреев В сектор Газа То есть Сегодня Уже Не только Такие Такие Политики Которых Объявляют Идеалистами Мечтателями Вроде Маши Фейгрина Но и Вполне Так сказать Депутаты Кнесета Находящиеся В середине Спектра Говорят О том Что невозможно Терпеть Вот эту Ситуацию Что Хамас Выкручивает Нам руки Тогда Когда он Хочет И Необходимо Принять Долгосрочное Решение Занять Занять Сектор Газа В то же Время Левые Политики Говорят Ну Как всегда Что вся Вина На Израиле Вся Вина В оккупации Что Необходимо Действительно Исправить Исправить Ситуацию То есть Пойти На Очередные Уступки И Дать Так сказать Прекратить Окупацию Что они под этим Подразумевают Трудно сказать Потому что Израиль Никого не Окупирует Газа Это Упоминается Еще в Танахе Как вы помните Еще Библейский Герой Самсон По ней гулял Вот Так что Ну Вот это Вот рецепт Который Который Предлагают Левые Моше Фейглин Хоть он И не Вошел В Кнесет Тем не менее Так сказать Тоже он Видный Политик И К его мнению Обращаются Он Говорит О том Что Здесь Возможны Два варианта Один Вариант Это Который Проводит Нетаньягу То есть Он Как бы Откупается От рикетиров Он Поставляет Им Горючее Деньги Выполняет Их Требования Это Вариант Не очень Хороший Хороший Вариант Это Действительно Занять Газу Дать Возможность Арабским Жителям Газа Уехать Потому что Там От 70 До 90 Процентов Жителей Газа Хотели бы Убежать Оттуда Убежать Куда Угодно Но Главное Говорит Фейглин Что Совершенно Недопустимо Начинать Наземную Операцию И посылать Солдат Цааля В газу Подставлять Под пули Если У нас Нет Четкого Стратегического Решения Если Мы Не хотим Занимать Газу Если Мы Не считаем Что это Наша земля Нельзя Туда Посылать Солдат Только Для Того Чтобы Скажем Обуздать Хамас И Передать Эти земли Скажем Палестинской Автономии Или еще Куда И ждать Пока Там Вырастет Новая Террористическая Организация Еще Более Страшная Вот Такой Спектр Мнений А Жители Юга Просто Жалуются На то Что Вообще Они Уже Сегодня Никого Не Заботят То есть Обстрел С Дирота Обстрел Приграничных С Газой Поселков Уже Просто Стал Рутиной А Принимают Какие-то Меры Когда Убивают В Ушкелоне Когда Решен Лекцион Готовится Сидеть В бомбоубежище К тому же Готовят Бомбоубежище Вот Тогда Принимают Какие-то Меры Ну Комментаторы Говорят О том Что Хамас Позволил Себе Вот Такое Массированное Действие Именно В этот Момент Потому Что Израиль Именно Сейчас Достаточно Уязвим У нас На носу День Независимости Который Празднуется Очень Широко Еще После Дня Независимости Через Пять Дней Будет Начинаться Евровидение И Израиль Делает Все Чтобы Принять Гостей Со Всего Мира И Нет Ньягу Сейчас Занят Строительством Коалиции То есть Нет Сейчас Готового Вот Вот Это Правительство Утратит Свои Полномочия А сейчас Как раз Самый Острый Процесс Когда То что Называется Меняют Коней Когда Неттаньягу Должен Сформировать Новую Коалицию Назначить Новых Министров И Тоже Сейчас Ему Совершать Какие-то Какие-то Мощные Операции Совершенно Совершенно Не до того Хотя Политики От Ликуда Заявили Что Если Газа Если Хамас Из газа Продолжит Такие Нападения То Несмотря На все Эти На все Эти Проблемы На то Что Кончается Срок Нынешней Коалиции На то Что у нас Будет Евровидение Несмотря На это ЦААЛ Все-таки Проведет Мощную Мощную Операцию В Газе Так или иначе На данный момент Пока Это Острота Этой проблемы Снята И я просто Хочу процитировать Что Сказали Ваши Американские Лидеры По этому Поводу Надо сказать Что Вообще В мире Было Очень мало Слов Сочувствия Израилю Ну К счастью Было И не очень Много Осуждений Израиля Потому что Тут уже Довольно Трудно Сказать Что Израиль Агрессор Или Израиль Окупант Или еще Что-то Когда Израиль Поставляет Горючее Поставляет Медицинскую Помощь А в ответ На это Получает Убитых И раненых Но И осуждений Было мало Сочувствия И сочувствия Было Мало За Исключением Нашего Постоянного Союзника И друга Соединенных Штатов Значит Трамп Ваш президент Трамп Сказал Буквально Следующее Он сказал Что Америка Подержит Израиля На 100% Что он Обращается К жителям Газы И предупреждает Их Что их Террористическая Деятельность В первую очередь Принесет Страдания Именно Им Что Они Этого Заслужили И Израиль Совершенно Прав Вице-президент Пент Сказал Что он Осуждает Нападение И полностью Поддерживает Израиль Как союзника Америки Государственный Департамент Американский Осудил Обстрел Израиля Спецпосланник Гринблад Подчеркнул Что у Израиля Есть полное Право На самооборону И он Может Применить Эту Самооборону В полном Объеме Ну и Ники Хели Наша Старая Знакомая Ники Хели Которая Была Много Лет В ООН Самым Большим Защитником Израиля Она Осудила Всеобщее Молчание И сказала Что если бы Такие нападения Были на Какую-либо Другую Страну В мире Немедленно Поднялись бы Голоса Протеста И только Израиль Этого Не заслуживает Вот Такую Такую Моральную По крайней мере Поддержку Мы получили Со стороны Наших Американских Друзей Были Были и Другие Такие Как Президент Бразилии Какие-то Осуждения Еще От других Стран Но Все-таки Большинство Молчало И тут Невозможно Не вспомнить По аналогии С катастрофой У нас Недавно Отмечали День Катастрофы И Все время Говорили О том Что Это не должно Повториться Что сейчас У нас Есть собственное Государство Что Так сказать Израиль Израиль Этого Не допустит Так вот По аналогии С катастрофой Когда Нападают И убивают Евреев Большинство Мира Все-таки Молчит И Так сказать Никак Никак Не Высказывает Осуждение Сергей Хотите Объявить Номер Телефона Телефон Студии 847-400-5200 А Что Происходит Скажем На бытовом Уровне Школы Детские Сады Закрыты Открыты Какие-то Изменения Значит Два дня Были закрыты Школы Детские Сады Был Отменен Государственный Экзамен Который Должен Был Проводиться В школах Сейчас Май Идут Государственные Экзамены В школах Экзамены На аттестат Зрелости Так вот Он был Отменен Завтра Откроются Детские Сады Откроются Не с самого Утра А с 10 Часов Для того Чтобы утром Посмотреть Не возобновилась Ли опасность Школы По-видимому Начнут Работать Более-менее В нормальном Режиме Хотя В некоторых Совсем близко Границе С газой Поселках Этот вопрос Еще Не решен Этот вопрос Еще стоит Ну а В остальной Стране Как-то Здесь Жизнь Вступает В Нормальное Русло В обычное В обычное Русло Да И В общем Такие города Как Ашдодыш Келон Они Не привыкли Не привыкли К таким налетам Другое дело С Дерот-Бершева Они уже Так сказать Много лет Живут В таком Вот В таком Режиме Когда все время Приходится Прятаться Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста Вот Такая обстановка Я представляю Что И другие Страны Но к сожалению Действительно Вы сказали Что плохая Реакция других Стран На такое Отношение К Израилю Газы Отдали Если Газы Превратили В военный Плаздарм Против Израиля Надо Эти газы Забирать В организации Блиных НАЦ Прошу В организации Писать Поставить этот вопрос Конкретно Ребром Забрать Газы Обратно Обратно Иначе Это будет Постоянно И всю Оттуда Гадость Выбросить Этих Палестинцев Вот этот Хамас И другие Кто Может Поставить Этот вопрос Ну вот Я Говорила Немножко Раньше О том Как Разные Политики Реагируют На ситуацию И о том Что Многие Действующие Политики Высказываются Что Нужно Необходимо Занять Газу И Вот Как вы говорите Выбросить Оттуда Там Или Наказать От террористов Более Радикальную Программу Что Нужно Распространить Суверенитет На Газу Что Нужно Опять Чтобы В Газе Было Еврейское Население Что Нужно Решительно Избавиться Действительно Не только От террористов Но и От всех Тех Арабов Которые В общем И не хотят Там жить Вот Это Точка Зрения Такого Политика Как Моши Фейглин И Сегодня У него Все больше И больше Союзников Среди Действующих Депутатов Кнессета Ася Давайте Мы Наверное Сделаем Небольшой Перерыв После чего Вернемся И Продолжим Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Аси Энтовой Напомню Телефон Студии 847-400-5200 И Давайте Наверное Попробуем Принять Первый Звонок Добрый 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 Здравствуйте Скажите Пожалуйста Вот На прошлогоднем Конкурсе Евровидия На радость Всем нам Выиграла Представительница Израиля И К чему Безусловно Не были рады Арабы Я имею ввиду Палестинцы И руководство Евросоюза Они всячески Спытались Перевести Проведение Нынешнего Конкурса Где-нибудь Вдалеке От Израиля И вот Не кажется Ли вам Что вот Эти последние Обстрелы Израиля Как-то Наводит На мысль Что И европейцы И палестинцы Как-то Объединены Для того Чтобы сорвать Вот этот Конкурс Который Пройдет У вас Я не думаю Что здесь Имеет место Какое-то Обговоренное Заранее Объединение И те и другие Не очень любят Израиль Это да Но То что Как-то Это дело Обговаривается И слажено Нет Я Я не думаю Но В общем Европейцы Все время Говорят о том Что вот Бедные Арабы Парестинцы Вот они Окупированные Голодные Холодные Израиль Там их обижает Это да Это они Декларируют Постоянно Но не от любви Не от большой любви К арабам А просто от того Что не любят Израиль И ищут Любой Совершенно Произвольный Повод Как-то На него напасть Что касается Евровидения То это дело Решенное Тут уже Отмены не будет И Израиль К нему готовится Другое дело Что в самом Израиле Есть голоса Раздающиеся И против Евровидения Так религиозные Религиозные люди Говорят Что из-за Евровидения Многим приходится Нарушать субботу Это нехорошо Кроме того Говорят о том Что гости Которые приедут На Евровидение Там некоторые Из них Хотят Посетить Палестинскую Автономию Посетить Газу С такими визитами Сочувствия Тоже Так сказать Израиль Не в восторге От этого Ну может быть Без этого Обойдется Посмотрим Сергей Спасибо 847-400 Телефон Нашей студии 400-5200 Телефон Нашей студии Если будут вопросы Пожалуйста Звоните Вы говорили о том Что Некоторые политики Уже откликнулись На то Что произошло В Израиле Прежде всего Конечно же Это политики Республиканцев К сожалению Конгресс Большинство В Конгрессе Принадлежащее Демократам По этому поводу Молчит Но не совсем Молчит Выступили Две Конгресс Бума Одна Буман Одна из них Ильхан Амар Вторая Рашид Атлаиб И обе По сути дела Осудили Израиль Израильскую военщину Вот Это представители Демократической партии Лидеры демократов По этому поводу Молчат Мало того Рашид Атлаиб Сказала Что Мы должны бороться Как же она сказала В общем Свободу Нашему народу Свободу Нашему Палестинскому народу То есть она Представляет Конгресс Арабка что ли Она палестинка Да Арабка палестинская Свободу Нашему Палестинскому народу То есть она В Конгрессе Представляет Интересы Палестинскому народу Палестинских арабов Но никак не Американцев Вот Как-то Как-то Вот так Складываются Отношения Про ближневосточных Арабов Говорят что Они Среди Арабов Примерно Как евреи Среди Европейцев То есть они Намного Намного выше В среднем Чем арабы У них выше Уровень жизни Они Больше стремятся Получить образование Они более активные Вот И в общем Неудивительно Что в арабский Что вот Представители Именно Ближневосточных Арабов Попали к вам В Конгресс Потому что Они какие-то Более Более Активные Некоторые даже Связывают это с тем Что Среди Ближневосточных Арабов У них Достаточно Много Еврейской Крови Потому что Еврея Мусульманизировали И Так сказать Насильно Насильно Обращали в ислам И получались Так сказать Смешанные Семьи И так далее Вот Они Они очень Активные Они У них Диаспора Во всех Концах Света И Они Являются Проводниками Во все Концы Света Вот Той Ненависти Которую Испытывают Арабы К Израилю Так что Они Давайте Попробуем Пинять Следующий Звонок Добрый День Пожалуйста Добрый День Ася Будьте Добры Пожалуйста Ответьте На два Коротеньких Вопроса Вот Первый Если я не Ошибаюсь До 20% Граждан Израиля Я являются Арабами Я Сразу Два Вопроса Задам Хорошо Если Вам нетрудно Ответьте Пожалуйста Из этих 20% Как Вы Считаете Сколько Процентов Являются Нули Реально Лояльными К Израилю И к еврейскому Населению 5% 10% Поняла Второй Вопрос Я не знаю Сколько их там Миллион всего И второй Вопрос Такой А существует ли Чисто гипотетический Теоретический Способ Вообще От них Избавиться Может быть Каким-то Образом Заплатить Я не знаю Ордами Еще кому-то Им самим Я поняла Просто добровольно Ответься оттуда Будь любезны Ответьте на первый И второй вопрос Пожалуйста Спасибо большое Зараня Понятно Я поняла Значит у нас Близится день Независимости И к таким вот Важным датам Наше Статистическое управление Публикует Точные данные И действительно У нас сейчас В Израиле 9 миллионов Граждан 9 с копеечкой И Почти 7 миллионов Евреев И Менее 2 миллионов Арабы Мусульмане Отстальные Представители Различных Других Религиозных Или этнических Меньшинств Значит Я должна сказать Что вот это Измерение Лояльности Довольно Трудно Потому что Эта величина Не статическая Эта величина Она не статическая Она зависит От поведения Израиля Когда Израиль Ведет себя Достаточно Уверенно В своем Праве Когда Израиль Диктует Свои Свои Требования Вот Например После Шестидневной Войны Все Арабы Все Арабы Иудеи Сумарии И арабы Граждане Израиля Все Они Были Лояльны Потому что Они Видели Какой Израиль Демонстрирует Силу Какую Он Демонстрирует Решимость И Просто Они Не Самоубийцы Они Были Готовы Терпеть Израильское Правление Израильский Суверенитет Подчиняться Израильским Законам Но Израиль Дал слабину Израиль Не стал Распространять Суверенитеты Израиль Не требовал От арабов Живущих В Иудеи Сумарии Выполнять Израильские Законы Быть Лояльными Гражданами И так далее То есть Понимаете Мы Живем На Востоке Здесь Слабость Уступки Рассматриваются Как слабость И наоборот Жесткость Рассматривается Как сила Чем больше Израиль Делает Уступок Чем он Так сказать Осмотрительнее Себя ведет Чем больше Он помогает Арабам Мучит Их Лечит Помогает Им Мусор Вывозить И так далее Тем Пренебрежительное Отношение К Израилю Тем Больше Арабы И в том числе Граждане Израиля Позволяют Себе Нарушать Израильские Законы Потому что Им за это Ничего не будет Подчеркиваю Я не раз Говорила В этой студии Что там Еврей Пристраивает Какой-то Балкончик Без разрешения Тут же прибегает От мэрии Прибегает Чиновник Вручает ему Повестку Что если он Его сам Не ликвидирует То придут И его разрушат Арабы Строят Незаконно Дома Целые Целые деревни И это все Спускают на тормозах А потом Какой-нибудь Депутат Кнесто Который хочет Заручиться Арабскими Голосами Задним числом Выдает им Разрешение На эти Незаконные Постройки Если Израиль Будет терпеть Нарушения Арабами Законов Они не будут Лояльны Израилю И наоборот Чем больше Израиль Будет настаивать На соблюдении Законов Настаивать На том Что арабы Равны Евреям Во всем В том числе И в ответственности А не только В правах И в ответственности За свои действия В ответственности Уголовной Ответственности Экономической Налоги И так далее И так далее Насколько Израиль Будет Это Не просто Декларировать А проводить В действии Настолько Арабы Предпочтут Быть Лояльными Израилю И с этим Вопросом Связан Ваш второй Вопрос О том А нельзя ли Как-то От них Избавиться Значит На сегодняшний Момент И арабы Проживающие В Газе Подавляющее Большинство До 90% И арабы Проживающие В Иудеи Самарии Там процентов 70 И арабы Проживающиеся В самом Израиле Процентов 50 Говорят Что они Не хотели бы Для своих детей Чтобы те Остались Вот там Где они живут Они хотели бы Чтобы те Уехали Значит Как минимум Дети Да А они Сами Так сказать Тоже Значит Можно Легко Понять Почему Арабы Газы Хотят Оттуда Бежать Под властью Хамаса Где Так сказать У минимальной Верхушки Есть Огромные Виллы Огромные Доходы И Остальные Просто На уровне Живого Используются На уровне Живого Щита Можно Понять Почему Арабы Иудеи Самарии Хотят Бежать Из Израиля Хотят Положение Намного Лучше Израиль Обеспечивает Медицинское Медицинское Обслуживание В израильских Больницах Израиль Помогает Им Там С инфраструктурой Чтобы Воды Сточные Очищались Потому что У Израиля Нет выхода Если Арабы Начнут Свои Сточные Воды Пускать Под землю То Они Отравят Все Подземные Воды Которые Пьет Израиль Так вот Тем не менее Под властью Палестинской Автономии Да еще и Неустойчивый Потому что Абумазан Уже достаточно Стар Утратил силу И есть много Желающих Его скинуть В самом Фатхе Я не говорю О других Террористических Организациях Так вот Эти арабы Хотели бы Уехать Из Израиля Кто хочет Хотел бы Уехать Израильские Арабы Так сказать Тоже находятся Хотя они Получают Я Я приводила Эту статистику 20 процентов Арабского Населения Израиля То есть 20 процентов Израильского Населения Составляют Арабы И вот эти 20 процентов Получают Больше 50 процентов Выплат Института Социального Страхования То есть Они не обижены Но у них Другая проблема Во-первых Они все время Рискуют Что их достанут Их же собственные Собратья Находящиеся В террористической Организации Там К арабу Из Лода Или из Яфы Или из Хайфы Приходит его Двоюродный Троюродный брат И говорит Вот тебе Поясок смертника Давай иди взрывайся А иначе У тебя Жена Дети Что с ними будет Арабы Совершенно Не защищены От этого И второе Арабам Мусульманам Не очень нравится Западный Образ жизни Когда девушки Ходят с открытым Пупиком Когда Пары Прежде чем Пожениться Долго Живут вместе Вот такие Свободные Западные Нравы Им не нравятся И они Часть из них Хотела бы Вывести Вывести Свои семьи В арабские Мусульманские Страны Где нет Таких Расклевающих В кавычках Примеров Так что Избавиться От них Легко Надо дать им Возможность Ни палестинская Автономия Ни Хамас В Газе Не выпускает Своих жителей Так же как Советский Союз Как вы помните Не выпускал Хотя очень многие Хотели бы Оттуда бежать Значит Когда будет Свергнута власть Свергнута власть Хамаса Свергнута власть Палестинской Автономии Когда можно Будет купить Арабскую Недвижимость Евреи Когда они Смогут Ее купить Без того Чтобы продающему Арабу Не отрезали голову У арабов Появится выход Они смогут Продать свои дома Свои участки По Вполне Солидной цене И С этими деньгами В арабской стране Им хватит Их до конца жизни В западных странах Это будет Все-таки Солидная сумма На первоначальное Обзаведение Вот вам Пути Как избавиться От Нелояльных арабов А, все мы должны Сделать еще один перерыв После чего Вернемся Обязательно продолжим Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Иосентом И телефон в студии По-прежнему 847-400-5200 Давайте попробуем Принять звонки И ответить на вопросы Радиослушателей Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Извините Это опять Я вас беспокою Может быть Я не совсем Правильно понял Ваш ответ На мой вопрос О проценте Лояльности Арабов Граждан Израиля Но Так как я понял Вы сказали Что Когда Израильское государство Ведет в жесткую Безкомпромиссную политику Они все сидят Тише воды Ниже травы Ну как крысы И мы не боятся Нос высунуть А если Простите Ради Бога Я закончу А лояльность В моем понимании Заключается в том Что как раз Когда государству Плохо И оно нуждается В защите Лояльные граждане Встают на защиту Государства Вплоть до Вступления В военные действия Защищают Свою страну Это первое И второе Опять Может быть Я неправильно Вас понял Я прошу Заранее Меня извинить И второе Вы сказали О том Что Проблема Удаления Арабов Из Израиля Напрямую Связана с тем Что они Не могут Продать Своё Жильё Из-за угрозы Быть убитыми Террористами Другой Сволочью А нельзя Сделать так Чтобы они Уехали Не продавая Своего жилья Извинили Посчитать Сколько их там Прикинуть Сколько им надо Оставьте дома Оставьте жильё И уезжайте Билеты на самолёт Купите И валите отсюда В один конец А вот так Нельзя решить вопрос Можно Можно так решить вопрос Но трудно Значит По поводу Лояльных арабов Которые Готовы В явном виде Да Открыто Идти против Всего своего окружения И поддерживать Государство Израиль Таких Единицы Да Не проценты А единицы Тех Кто готов Открыть Поскольку Это для них Смертельно Опасно Поддерживать Государство Израиль Но В общем Часть Часть арабов Наверное При Так сказать При хорошем Раскладе Да Была бы готова Остаться В Израиле И В основном Люди пожилые Люди пожилые Были бы готовы Остаться в Израиле Быть лояльными Гражданами При том Что В общем Молодые Молодые арабы Здесь Своего будущего Не видят Значит Что касается Что касается Удаления Арабов Из Израиля Они уезжают Они и так уезжают Они и так уезжают Те кто может уехать Уезжают Те арабы Которые получают Здесь образование А арабам Израиля Получить образование Легче чем евреям Потому что евреи И мальчики И девочки Еврейские юноши И девушки Идут в армию Мальчики на 3 года Девочки на 2 А арабы сразу Идут в университет Им ничего не нужно Кроме того У нас Исправляющая дискриминация И если еврею Чтобы пойти На дефицитную специальность Вроде врачебной Нужно Вот такой вот Высокий Психотест Оценку Вот такую высокую То арабов Набирают Всех желающих Есть бесконечные Субсидии Так вот Часть из арабов Получивших образование Прекрасно Так сказать Делает Релокейшн на запад Потому что у них Есть профессия Вот Часть арабов Уезжает В другие страны Потому что Сейчас Вот эта вот Волна беженцев В Европу Там Так сказать Среди них Среди них Слава Богу И наши арабы есть Пытались сделать Официальный фонд Но государство Этим заниматься Не может То есть Когда это предлагали Депутаты Кнесета Это предложение Отвергалось Потому что Государство Официально не может Платить своим гражданам За то Чтобы они Гражданами быть Перестали Но есть Различные фонды Негосударственные Например Фонд адвокатской помощи Когда Арабам не дают Напрямую деньги Но адвокаты Готовы помочь Им составить Необходимые бумаги Чтобы Переселиться Куда-то В другое место Значит Эти все фонды Добровольческие Но К сожалению При сегодняшней Атмосфере В Израиле Когда Левые Сидящие Во всех средствах Массовой информации В судах Говорят Что это Аморально Это незаконно Чтобы Арабы из Израиля Уезжали Наоборот Нужно дать Как можно больше Разрешений Всем желающим Арабкам Из Иордании Там Арабам Жениться С израильскими Арабами И получать Гражданство Значит В этой ситуации К сожалению Это не Не очень Действительно Давайте попробуем Принять следующий звонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Вы знаете В очередной раз Как бы поднимается Одна и та же тема И вы говорите Абсолютно то же самое То что вы говорили Ну Будем говорить С годами уже Да То есть Что Да Израиль на положении Зиме Он имеет Собственное государство Но в то же время Он там Как бы На 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 положении Третьесортного Как бы Человека То есть Еврей Как бы Подчиняется Тем правилам Которые Устанавливают Вот эти Арабы Которые Не работают Там Которые В общем Диктуют Постоянно Несмотря на В общем Ситуация Абсолютно Как бы Фантастическая Да Так вот Я бы хотела узнать Все таки Ваше Действительное Мнение Кто Виноват Как всегда Значит Мы из России Меняет ситуацию А почему Пятый раз Выбирается На Таньягу В принципе Шестой раз Потому что он В 90-е годы Первый раз был И все равно Все то же самое На те же самые Грабли Какой смысл Во всем этом Когда это Не работает И был претендент Как вы сами Говорите Больше 67-го года Спасибо большое Ну это сложный вопрос Это самое Соглашение Соглашение Осло Он продолжил Передавать территории Арафату Он продолжил Так сказать Общаться с ним И пожимать ему руку Может быть Вот Это секрет Долголетнего выживания На Таньягу Что он Пытается Как у нас говорят Пройти между капель дождя То есть Ничего резко не менять А делать какие-то Медленные И постепенные Изменения Значит Виноватых Много Виноватых Можно перечислять Сначала и до конца Но я всегда Люблю Начинать с себя Но Говорят Что виноват Не на Таньягу А вот то Что Народ Не готов К таким резким Переменам То что Верховный суд Богац Не дает возможности Проводить Какие-то законы То что Пресса Все время Его терзает То что Против него Дела Всякие Открывают Не дают ему Спокойно функционировать Вы знаете Причин Можно найти Много Ну как говорится Кто не хочет Делать Найдет причину А кто хочет Найдет способ У нас еще есть Пару минут времени Давайте Даже чуть меньше Двух минут Попробуйте Вот еще один звонок По празднику У нас Только что Прошел День катастрофы Который Очень торжественно Очень торжественно Отмечался Сиренами И Посещениями Музея Ядвашем И Митингами Соответствующими Детям в школе Раздали Свечки Свечки Именные По Материалам По спискам Из музея Ядвашем На каждой Свечке Было написано Какое-то Имя Чтобы дети Читали биографию Знали Про конкретного Человека Упор делался На психологической Такой составляющей Чтобы Те У кого Всех Уничтожили Спасались В основном Либо семья спасалась Либо вся семья Умирала Редко Когда Кто-то Сохранялся Тех Кого Помянуть Некому Предлагали Детям в школах Давали Вот такие Минные Свечки Чтобы они Вспоминали Ну и понятно Все вспоминали Своих Родных А сейчас У нас Два Радостных Праздника То есть Праздник Важный Не радостный Но важный Праздник Памяти Павших Павших За спасение За создание Израиля За спасение Израиля Солдат Оборонявших Израиль И Непосредственно Вот этот Грустный Праздник На вечером С наступлением Темноты Переходит В веселый Праздник В праздник Дня Независимости Израиля 71 год Израилю Достижения Израиля За это время Можно перечислять Так сказать Не хватит На это Не хватит На это Нескольких Часов Ну раз мы Говорили уже О статистике Население Израиля В 11 Раз Увеличилось А в этом Году Это совпадает С 9 мая Днем Победы И у нас Уже в некоторых Городах Начались Проводиться Парады Ветеранов Так в Краме Уже были Возложены Венки К символическому Памятнику Воинам Красной Армии Евреи Спасибо огромное Давайте мы В следующий раз Поговорим Мне не хватило Времени Расскажите о том Как они прошли Спасибо Через неделю Отчитаюсь И Поздравляю С наступающим Днем Независимости Расскажите о том Расскажите о том Расскажите о том